Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия. На территории Карачаева Черкесии все запланированные работы теплоснабжающих организаций завершены. В парламенте Карачаева Черкесии состоялось очередное 49-е пленарное заседание. Оно прошло под председательством спикера Народного собрания Республики Александра Иванова. На сессии было рассмотрено 28 вопросов. Социально значимые проекты стали важной частью в принятии поправок. Альбина Ламкова продолжит тему. Перед началом пленарного заседания спикер Александр Иванов вручил благодарность председателю Народного собрания Республики за многолетнюю законотворческую деятельность, значительный вклад в защиту конституционных прав граждан, неравнодушие и отзывчивость. И в связи с 20-летием создания Института, уполномоченного по правам человека в Карачаево Черкесии, уполномоченному по правам человека в Республике Заремиум Малатовой, рассмотрен ряд вопросов бюджетной направленности. Он, как всегда, социально ориентирован. Также правительство Карачаево-Черкесии отчиталось об итогах исполнения республиканского бюджета за первое полугодие 2023 года. Депутаты приняли отчет к сведению. Было отмечено увеличение доходной части бюджета республики. Это 600 миллионов рублей дополнительно собственных средств республики. Это очень хороший показатель. Мы надеемся, что он сохранится. Мы даже где-то немножечко рискнули, так называемый, впритык поставили эти доходы, но согласованы с нашей налоговой службой. Поэтому это значительная сумма, которая позволяет нам решать эти вопросы, в том числе и социально значимые. В связи с уточнением доходной части и источником финансирования дефицита бюджета внесены изменения, предусматривающие увеличение ряда статей расхода. Сейчас у нас новые выплаты, поддержка участников СВО. И в данных изменениях, в том числе по посланию, по поручению главы нашей республики, предусмотрены дополнительные выплаты. У нас существует региональный материнский капитал на четвертого ребенка. По поручению главы введен региональный капитал для семей и участников СВО, начиная с первого ребенка, размером 150 тысяч рублей. Эти средства предусмотрены в бюджете. Кроме того, увеличение получил направление на третьего ребенка материнский капитал, тоже довели до 50 тысяч рублей. Сейчас в части социальных выплат мы тоже относим и заработные платы работника бюджетной сферы, тоже, если вы слышали, мы озвучиваем, что предусмотрены дополнительно порядка 230 миллионов рублей. Ну и в целом, созданы резервы, будем до конца года, думаю, должны все, что социально значимо в нашем бюджете предусмотрено, мы исполним. Единогласно парламентария одобрили изменения в закон Корчаева-Черкесии об ограничении на территории республики продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. Теперь она под полным запретом. Остается главной задачей – поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Эти вопросы – одни из первоочередных законодательной повестки. Альбина Ламкова, Миха Кара Келян, Вести Корчаева-Черкесия. В прокуратуре Корчаева-Черкесии состоялся круглый стол. Тема заседания – соблюдение прав граждан на льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. На заседании обсудили актуальные вопросы и проблемы при обращении граждан. В работе круглого стола приняли участие представители прокуратуры, регионального отделения «Народный фронт», Министерство здравоохранения, Росздравнадзор, журналисты. По итогам работы были определены меры, которые повысят эффективность деятельности по восстановлению прав граждан на своевременное обеспечение лекарственными препаратами. У нас свою работу в этом направлении осуществляем во исполнении организационно-распорядительных документов как Генеральной прокуратуры, так и Прокуратуры региона. Они имеют для нас особое значение, поскольку это влечет за собой особый социальный момент, который всегда беспокоит людей, как бы и требует со стороны надзирающего органа, контролирующего органа особого внимания. На постоянной основе органами прокуратуры республики осуществляется анализ выявленных в данной сфере нарушений закона. Определяются меры, необходимые для восстановления прав граждан. В рамках празднования 96-й годовщины города Карачаевска в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» появилась аллея педагога и наставника. Деревья были посажены по инициативе главы Карачаева-Черкесии Рашиду Тимрезову. В рамках года педагога и наставника на открытие аллеи побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сама идея открытия этой аллеи дает возможность задуматься об истинной значимости учителей, наставников жизни каждого. В посадке деревья приняли участие министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко, мэр Карачаевска Марат Урусов, председатель региональной организации профсоюза Марина Чудчаева и исполняющий обязанности ректора Качагу Талсултан Узденов. Мы надеемся, что это событие напомнит всем нам важность образования и ценности благородной профессии учителя. Аллея символизирует дань и почесть нашим дорогим учителям в память и в поклонение того, что наши учителя являются тружениками на самом деле. Ежедневно они приходят сегодня в школы, любят своих детей, безмерно любят, любят свою работу ежедневную. Для популяризации профессии учителя в том числе мы открываем такую аллею в год педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В свою очередь исполняющий обязанности ректора Качагу имени Умара Алива Талсултан Узденов подчеркнул, что появление аллеи педагога и наставника имеет особую значимость. И отрадно, что именно здесь, в парке «Зеленый остров» появится эта аллея, которая будет символизировать титанический труд педагога, подытожил Талсултан Узденов. «Сами ростки дерева, они олицетворяют те знания, ту доброту, которую вкладывают наши педагоги в наших детей. И они видят потом их плоды и радуются. Больше радости для педагогов, для работы учителя нет. И вот эта аллея памяти, которая олицетворяет труд педагога и наставника, будет всем, кто здесь будет проходить, напоминать об этом, как они будут свести. И точно так же, как знания и доброта, которые будут вкладываться нашими педагогами в молодые души наших ребят». После всех гостей мероприятия посетили выставку, представленная кафедра декоративно-прикладного искусства и дизайна Качагуу, связанная с культурой и традициями народов республики. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Сейчас прогноз погоды на завтра от Синоптиков. Сотрудники отдела МВД России по Черкесску совместно с представителями Народного фронта провели рейд по местам проживания лиц, занимающихся попрошайничеством. В ходе профилактических бесед установлено, что данные лица, как правило, прибывают в территории соседних республик ближнего зарубежья, проживают в съемных домах. Чаще в пристройках большими семьями. У некоторых из них нет документов. Поэтому возникают правовые сложности по привлечению их к административной или уголовной ответственности. Дети из указанных семей не посещают школы, не наблюдаются в медицинских учреждениях, вследствие чего нарушаются права несовершеннолетних на получение образования или же квалифицированной медицинской помощи. По всем нарушениям, в частности миграционного законодательства, выявленным в ходе рейда, собраны административные материалы. Что касается основного занятия данных лиц, с ними проведены профилактические беседы о недопустимости нарушения республиканского закона номер 40 об административных правонарушениях, в соответствии с которым за навязчивое обращение гражданам в общественных местах с целью гадания либо попрошайничества предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В республиканский реабилитационный центр «Росинка» к детям в гости приехал семейный кукольный театр «Добрый жук» из Ставрополя. Они представили спектакль «Вслед за солнцем». Он наполнен кавказским колоритом, национальной музыкой и прекрасными песнями. Подробнее расскажет Дарья Тендит. История о трусливом лисенке, которая отправляется к горе Дыхтау для обретения смелости. Путешествие таит в себе много опасностей. По пути он встречает зловредных шакалов, упрямого горного козла, мудрую рыбу и хозяина горного леса – медведя. Обретение смелости и отважного преодоления страхов – главная тема спектакля «Вслед за солнцем». Театр – это как раз то место, где дети и взрослые могут друг с другом общаться напрямую. Когда они видят спектакль, то это тоже общение артиста и зрителя. После спектакля замечательно проходят разговоры родителей и детей. Мы уже играем этот спектакль целый месяц. И для школьников играли, и в детских садиках. И очень-очень приятно, что дети на это очень-очень хорошо реагируют. Спектакль – настоящий праздник для детей, а интересный формат повествования никого не оставил равнодушным. Увлекательная яркая история в музыкально-световой постановке с поучительной историей откликнула сердцах детей и их родителей. Дети же все равно, они же впитывают как губка, все хорошее и плохое. Но это очень даже поучительный спектакль. Все это время мы провели с пользой. Спасибо этому театру. Все было очень замечательно, все было очень хорошо. Спасибо вам большое. Почаще, почаще приезжайте. Спектакль создан в рамках реализации социального проекта «Шаг навстречу. Северный Кавказ» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Спектакль для особенных деток в Черкесске был организован при поддержке Министерства труда и социального развития и Народного фронта Карачаева-Черкесии. Мы в Народном фронте всегда помогаем некоммерческим организациям. Это давнишняя традиция. И с театром Ледовских мы на связи были длительное время. Я надеюсь, что этот спектакль добрый, светлый, будет интересен для всех. И для маленьких детей, и для более старшего поколения. И любая сказка – это все-таки воспитание. Это вклад в наше будущее и поддержку наших традиционных ценностей. На протяжении всего спектакля звучал детский смех и бурные аплодисменты. Поучительная история надолго запомнится маленьким зрителям. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия. Черкесский продолжает свою работу «Рыбная лавка». Чем порадуют в этот раз рыбаки Камчатки, расскажет Светлана Шаганова. Роскошную рыбку привезли рыбаки Камчатки. И вот она перед вами. Горбуша, кита, чавыча, кижуч, палтус, белорыбеца. Рыба богата витаминами, ценными жирными кислотами. Омега-3 и омега-6. Содержит более 20 необходимых человеческому организму микроэлементов. Таких как цинк, селен, магний, фосфор. Порадует вас и селедочка наивкуснейшая. Ароматная скумбрия. В ассортименте и консервы самые настоящие шпроты, печень трески, нерка и многие другие. Ну и, конечно, среди всего этого вкусного многообразия красная королева – икра. Наша царская рыбка – это чавыча, которая имеет много омега-6, аминотокислоты, полезная для женщин, чтобы красивые были, чтобы складки разглаживались на лице, волосы красивые были. Белорыбеца, как обычно. Палтус у нас. Палтус – жирная рыбка, но она считается диетическая рыбка, потому что если у кого проблемы с кишечником, ее прекрасно можно кушать. Она абсолютно не повредит. Всегда в Черкесск привозим наисвежайшую рыбу, всегда свеженькую, красивую, жирную и полезную для здоровья. Поспешите в рыбную лавку «Дары Камчатки» и поднимите себе осеннее настроение. Адрес прежний – Горького, 8, Центр предпринимательства. Мы работаем до 29 октября включительно. С удовольствием приглашаем всех в нашу рыбную лавку. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Зеркало лжи». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!